МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полуостров останется без света как минимум до Нового года, заявил в интервью российским СМИ самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов. То есть пока не начнет работу Керченский энергомост. По его прогнозам, после введения первой линии энергомоста потребности энергосистемы полуострова будут закрыты примерно наполовину. Напомним, максимальное потребление в Крыму – 1200 мегаватт в сутки. Я думаю, режим чрезвычайной ситуации будет действовать как минимум до Нового года до тех пор, пока все не войдет в обычное русло, заявил Аксенов. Кроме того, что мы решим вопросы отопления, подачи света в жилые дома, нужно будет как-то запускать промышленные предприятия, сказал Аксенов. Напомним, украинские эксперты давно отмечают, чтобы обеспечить Крым электроэнергией, России нужно проложить как минимум пять высоковольтных кабелей через Керченский пролив и перестроить энергосистему Крыма. На это уйдет по меньшей мере три года. Таков прогноз главы Укрэнерго Владислава Ковальчука, опубликованный Центром журналистских расследований. Он уверен, что пока в Крыму не усилят связи между Керчью и Феодосией, Феодосией и Севастополем, от Керченского энергомоста нельзя будет передавать электрическую энергию. Это все равно, что подавать кровь в человеческий организм через вену на ноге. Ее толщины не хватит передать кровь до мозга, отмечал ранее Ковальчук. Он уверен, что ни сети Ростовской области, ни сети Восточного Крыма не способны принять такую мощность. Поэтому потребуется масштабная реконструкция и строительство новой энергоинфраструктуры. За два месяца гражданской блокады Крыма нарушение прав человека на админгранице с полуостровом участились и стали системными, заявляют правозащитники. По их словам, здесь продолжаются случаи незаконного досмотра частных автомобилей, изъятия личных вещей граждан и препятствования их свободному передвижению. Важно отметить, что нарушение прав человека есть на всех блокпостах. То есть людей обыскивают, досматривают, изымают личные вещи люди, не имеющие на то полномочия. Власти в эту ситуацию не вмешиваются. Несмотря на то, что есть заявление в полицию о неправомерных действиях людей, ситуация с расследованием этих заявлений неясна. Фиксируют правозащитники на админгранице с Крымом и факты нарушений прав журналистов. Последний такой случай произошел в конце ноября со съемочной группой интернет-издания «Голос Крыма». Несколько участников гражданской блокады препятствовали работе журналистов на пункте пропуска Каланчак. Нам заборонили снимать. Люди, которые не представилися, люди, от которых шел стойкий запах алкоголя, люди, которые начали ставить перед камерой, которые уточнили тесным кольцем оператора, люди, которые сказали, что мы знаем, что вы про российское видание, сейчас мы объясним, а потом пошли объяснить, насколько мы про российское видание. Мы знаем, что журналисты очень часто приезжают и влаштовывают провокации, такой был главный их аргумент, и мы вам не позволим снимать. Сотрудники батальона МВД Херсон, которые были свидетелями происходящего, отказались зафиксировать факт правонарушения. Журналистам пришлось обратиться в Херсонское областное управление полиции. Подобная история не единственная. Заявление о нарушении своих прав также подали журналисты телеканала АТР и интернет-изданий «Херсонские вести». Однако о результатах расследования этих фактов ничего не известно. Это – это порушение сегодня нашего национального права. То есть мы поводимся не как цивилизованная страна, которая признает международные нормы. Диа тех, кто находится на блокпостах, фактически подрывают основы государственной безопасности и порушивают международные нормы. Правозащитники также утверждают, что сотрудники Госпогранслужбы, которая находится на пунктах пропуска с Крымом, нередко способствуют нарушениям прав человека. Люди, объезжая блокпосты блокирующих, доезжая до официального пограничного пункта пропуска Украины, и пограничники разворачивают и направляют в сторону блокирующих – это вообще беспрецедентные вещи. Такого просто быть не может, чтобы власти подставляли людей под опыск каких-то гражданских полувоенных формирований. Правозащитники призывают украинские власти способствовать объективному расследованию нарушений на админгранице с Крымом, а участников гражданской блокады уважать права человека и способствовать их соблюдению во время проведения акции. Инициаторы блокады пока публично не реагировали на озвученные факты, однако ранее заявляли, что акция будет проходить в рамках закона. Кроме того, инициатор акции Ленур Ислямов анонсирует третью стадию гражданской блокады Крыма – морскую. Чем обернется противостояние России и Турции? Ответить на этот и другие вопросы в Киеве попробовали Александр Самарский, заместитель начальника Центра исследований России, и Илья Пономарев, депутат Госдумы РФ. Напомним, Пономарев единственный проголосовал против аннексии полуострова в марте 2014 года и теперь вынужден жить в Соединенных Штатах Америки. Александр Самарский считает, что мир на пороге большой войны из-за неуемных амбиций Путина на фоне катастрофического положения экономики. Нужно понимать, чего хочет Путин. Путин, его цель, как я думаю, это переустройство мирового порядка. То есть Россия как государство, с которым считается все, и которое имеет блокирующий, во всяком случае, голос в решении многих внешнеполитических проблем мирового устройства. Второй момент, который нужно здесь принимать во внимание. Ресурсов для того, чтобы иметь такое право голоса у Путина нет. Следовательно, остается один выход – блеф. Илья Пономарев уточняет, все это делается с оглядкой на грядущие выборы в Российской Федерации. Подойти к ним Путин должен победителем. На это будут пущены все средства и ресурсы страны. Это значит, он будет провоцировать государство Североатлантического альянса на конфликты, чтобы попытаться продемонстрировать отсутствие единства в нем. Показать, что, например, за Латвию, Литву или Турцию никто не вступится. Какое бы ни было нападение на других участников блока НАТО, а блок НАТО, вне всякого сомнения, если одна из стран будет говорить о том, что надо применять пятую статью, а другие страны скажут, что мы не готовы, ну это, можно сказать, конец блока НАТО. И идти на выборы президента в 2018 году как победитель НАТО, как человек, который развалил НАТО, это, безусловно, совсем другая история, чем идти на выборы как человек, который потерпел военную неудачу на востоке Украины. Из-за того, что средства и ресурсы у России сейчас ограничены, борьбу за мировое господство почувствуют на себе простые граждане. А крымчане одни из первых. Два месяца назад украинские активисты оборвали все поставки на полуостров, организовав блокаду. Окупационное правительство Крыма и бизнес смогли переориентироваться на импорт из Турции. Сейчас же закрыты поставки оттуда. По мнению Ильи Пономарева, ущерб настолько огромен, что его трудно подсчитать. Но это лишь первая жертва российских властей в пользу своей идеи. Если эти поставки прекратятся, это для Крыма будет больший удар. Я даже удивляюсь, как Кремль считает эти последствия, потому что вот это действительно поставки носят значимый характер для продовольственного баланса. Крым и транспорт, я даже сказал, вторичен, а именно для продовольственного баланса это играет достаточно существенную роль. Сейчас у российского президента высокие рейтинги. Это не изменит ни снижение уровня жизни, ни крымский блок-аут, о котором стараются умалчивать российские СМИ, рассказывает Илья Пономарев. И добавляет, даже на полуострове чиновники постараются внедрить мысль «Царь хороший, а бояре плохие». Прогноз политика – неблагоприятное обнищание российского населения, эскалация конфликта и постоянные провокации России блока НАТО. Редактор субтитров А.Семкин